Всем добрый вечер! Как меня видно, как слышно? Я сейчас еще раз перезагружала комнату, потому что с ней совсем презентация пошла. Не сразу. Итак, да, у нас сегодня такая будет тема, посвященная красоте, моде, макияжу. Это моя тема, это реально моя тема, которую я очень обожаю. Вот, и мы сегодня пройдемся по фишечках, по секретах, по моим любимым продуктам. Вот, и как вы видели, кто первый так вовремя пришел, это то, что реально подарок от компании Reflame. Это то, что я очень долго хотела, мечтала, потому что где-то с 16 лет я работала профессиональной моделью в Краснодаре. Я разбиралась во всех брендах на тот момент, всю косметику, которую делали непосредственно для показов. И когда я переехала в Сибирь, вышла замуж, да, я поняла, что сплошная подделка. Это беру Max Factor тушен, но не та, помада не тот, туалетная вода, совершенно другой запах. То есть, вот только по этой причине я подписалась и была потребителем со скидкой для себя. И, конечно же, я красила всех своих коллег подряд. И когда я увидела, что вот есть Reflame, я подписалась. Девочкам всем говорила, вот эта косметика, вот такой-то макияж. Так вот, в принципе, у меня так всегда делали заказы. То есть, личное потребление, плюс мои девчонки, которые брали на один номер. И я всех подписывала подряд, так, в принципе, потихонечку, потихонечку. Потом мы начали проводить, ну, я начала преподавать дефиле и макияж в Сибирском. Ну, то есть, у нас. Потом дальше, когда уже профессионально мы стали заниматься Reflame, у нас вот Светлана Волкова, мой лидер появился, то есть, она тогда еще была менеджером. Мы начали проводить различные конкурсы красоты. То есть, в городке у нас раз в год проводил конкурс. И мы ходили, были, как скажем, мы были спонсорами этого проекта, делали макияж. Вот, было классно. И, естественно, когда я узнала, что есть такой конкурс, есть возможность сделать мейк. Тем более, я это очень сильно люблю. И победитель поедет на неделю высокой моды в Москве. Для меня это было очень весомо. И спасибо команде, которая там практически круглосуточно голосовала, голосовала, да, и благодаря вам я туда поехала. Ну, кстати, многие из нашей команды получили вот такие вот стойкие декоративной косметики. Наверное, человек пять у нас получила точно, потому что мы за друг друга голосовали за команду. Нас тогда поселили в 5-звездочный отель, с нами работали ежедневно-визажисты. Когда мы приехали и узнали, кто это будет, скажем так, платье, от кого подарить, мы вообще были в шоке в ролике, я об этом рассказывал. Но, в принципе, у нас здесь просто есть очень много новых людей, кто не слышал мою историю. А также те, кто, конечно же, знает, знаком с ней. Неделя мода была настолько шикарна, да, и меня поразило то, насколько люди, насколько звезды относятся к косметике Арифлейн, насколько приемлемо. Я, конечно, нравлюсь, я уже фанат, и за свою косметику буду просто вот так вот горой стоять, да, но когда ты знаешь, что там, извини меня, я столько получаю, и вообще фифочки такие, да, вот так относятся, мне вот казалось, да, на самом деле было такое приятное отношение. Вот все эти звезды, а им было, им понравилось тусоваться в им зоне, вот такие пироженки были, все настолько было так оформлено, вот, это было здорово. Я перезнакомилась со всеми, опять же таки, мне легко общаться с людьми, поэтому, вот, например, познакомилась с Исоевым, то есть он рядышком с нами пил шампанское, бутербродики кушал, да, для меня с Исоевым, да, когда ты работаешь модели, кто это такие люди. Это было, конечно, что-то нечто. Также вы видите, с Ириной Понарошку была тоже с нами. В принципе, вот все звезды, да, они были в зоне диван, и, пожалуйста, также общались, вот как у нас происходит на банкетах, на международных конференциях, все то же самое было на неделе высокой моды. Вот, для меня вот рядышком вот эти фотографии, которые, например, я делаю, фотографии Киркорова, да, на вытянутой, на расстоянии вытянутой руки снимает его интервью, я тут же рядом с фотоаппаратом, с видеокамерой, вот реально это впечатляет, это реально впечатляет, вот, и это все спасибо компания Reflame. Я на Чуриковой мы поболтали, она рассказывала, что в шоу-бизнесе, где за кулисами практически никто яркую помаду сейчас не носит, потому что там все практически целуются, говорит, ну, в принципе, тебе позволительно, потому что ты не знаешь никого здесь, да, посылаться здесь не будет, похохотали, вот, и так далее, да, в принципе, я много рассказывала об этом, вот Наташа Королёва очень простая в общении, вот она в это время с температурой была, пришла, чтобы побывать, ну, опять же, она не могла, не может не присутствовать на таких показах, ну, и, конечно, сам маэстр Валентин, который отметил нас, и, естественно, да, даже на фоне девушек, как, даже по росту вы можете видеть, насколько я отличалась, да, то есть у меня модельные внешние данные, он сразу, оп, глазки наверхуны, ага, работала, угу, сразу так вот пообщались, да, красивая девушка, очень приятно, что в компании, естественно, работают красивые девушки, ну, приятно, понимаете, вот, когда ты видишь издалека этого человека, это одно, там, где-то, там, это, там, икона, да, а когда ты с ним общаешься, еще тебе делают мужчины комплименты, это вообще что-то вот так, тем более, вот, и я всегда мечтала работать, да, в сфере, вот, модели, но я понимала, что красота не меньше, тем более неизвестно, как модели работают, да, то есть у них есть и плохая репутация куда-то там, да, модели увозит, поэтому, естественно, я отказалась от того бизнеса, и когда мы были в ВИП, на ВИП местах, когда на нас полностью шел показ, то есть мы сидели по центру, и все было расположено, это, конечно, дорогого стоит, ну, конечно, там было красиво, здорово, и больше всего тоже еще мне щелкнуло, да, когда ты за кулисами смотришь, видишь, как готовят модели, и что весь показ, опять-таки, это как мы официальные визажисты, только косметик Арифлейм, Арифлейм косметика, понимаете, если бы Юдашкин сомневался в качестве косметики, и что у модели макияж, либо потечет, либо будет они выглядеть некрасиво, как вы думаете, он мог бы согласиться? Я думаю, нет, то есть это эти люди, которые, вот понимаете, на каком высоком уровне, когда мне некоторые говорят, ой, я не пользуюсь Арифлейм, я пользуюсь, там, и перечисляют какой-то там бренд, Диор и так далее, да кто ты такая, девочка моя, сколько ты зарабатываешь, кто ты из себя представляешь, из кого бухгалтеры, все, вот такие вот фифочки, ой, я пользуюсь только Шанель, да, блин, вот русским языком, например, такие люди, как Валентин Юдашкин, ему не стремно пригласить компанию Арифлейм, чтобы она на его открытии недели высокой моды, открытие, сам показ, было только косметикой Арифлейм, понимаете, вот эти вот дешевые понты, они, знаете, вот до смешного доходят, поэтому мне кажется, да, и я хотела бы сразу сказать, отличие косметики профессиональной от повседневной, профессиональные тональные, ну, тоже пойдем, крема, они более сильно пигментированы, но идут как маска на лице, для того, что тени, они идут сильно пигментированы, они в два-три раза сильнее пигмент, потому что как только попадает лампочка, вот я немножко отклонюсь, вы увидите, да, помаду, как только я поближе, все, у меня косметики, ее на лице буквально нет, то есть из того, что идет софета, надо в два-три раза сильнее краситься, и наши девочки путают, когда покупают профессиональную косметику, путают, не по, скажем, не по случаю ее носят, а в профессиональной косметике очень сильно пересушивается лицо, потому что профессиональная косметика, тональные средства, корректоры, приз на то, чтобы убить весь жир, который только можно, потому что, чтобы не проступал блеск, когда на тебя вот такое светит солнце. Естественно, если вы будете ее носить каждый день, вы просто-напросто себе можете замесить, делать преждевременное старение кожи как на год, не предназначено, потому что там нет специальных ухаживающих компонентов, которые как раз-таки поддерживают увлажненность кожи, там нет гиалуоновой кислоты, там нет микроэлементов, то есть там просто сильная грунтовка. То же самое, как и подводка, да, там подводку попробуй еще, нужно стереть, умудриться, то есть все девушки, которые выступают в модели, они потом еще пару дней восстанавливают кожу, то есть максимальные масочки, максимальный уход, восстановление, то есть вот эти вот моменты. Но тем не менее, да, как бы с нашей косметикой тоже вот, пожалуйста, то есть полностью делали макияж и все хорошо, тем более, ну как бы быстро. Вот как бы на показах ты прошелся вроде бы как не сильно, но когда это идет фотосессия, то да, буквально час-два и все, то есть все, просто все стекает, четкости нет, то есть вот здесь вот такое, а вот на подиум все нормально, как бы наша косметика замечательно подходит. Ну вот как бы такие вот моменты, это мои и в принципе, как и всех, кто знает, знакомый, и даже вы можете видеть вот, ковка ВК, там известный бьюти-блогер, она также рассказывала, да, то есть она профессиональный визажист, работает со звездами, вот, и показывает, да, одних, одних каких-то из продуктов, даже показывала там, ну вот я люблю продукции какие-то, вот матирующие даже, а у нас есть матирующая пудра, она говорит, несмотря на то, что сколько у нее пудр, да, вот это вот у нее постоянно в косметичке, там наша подводка, ну и так далее, да, то есть люди, которые разбираются, знают, они рассказывают, что вот для дома это идет одна косметика, да, домашняя каждодневная, для фотосессии, для подиум это другие. Вот, что я хотел вам сегодня рассказать о том, что донести ту фишку, что на самом деле, если вы научитесь делать мастер-классы для своих подружек, знакомых, рассказать им какие-то фишечки, идейки, то это на самом деле, это, это очень легко, это очень легко предложить, это сменить образ, это вы сразу получаете, девушка получает эффект, да, как, например, у меня здесь появилась клиентка в магазине, скажем так, она скептически относилась там к компании Арифлейн, вот, но я принесла свою тональную основу, дала попробовать, она была в восторге, она заказала, теперь она уже третий флакончик у меня заказывает и говорит, я столько всего перепробовала, это вообще все, все просто, вот она в восторге от нее, сразу на несколько лет моложе лицо, да, и она сейчас только покупает, она переходит сейчас на другие косметические средства Арифлейн, вот, ну, кроме того, там девушке очень легко взять и делать помаду, а вообще, я очень люблю делать макияж до и после, когда ты знаешь все фишечки, все секреты, да, и когда ты видишь, как меняется лицо, делаешь фотографии до и после, ну, вот, я у меня коллекционировала, наверное, точно с 2000 года такие фотографии у меня отдельные есть, вот, поэтому наша задача сейчас, как бы научиться делать маленький, быстренький, ну, несколько видов макияжа, мы разберем для мастер-классов, да, на фото была кукла, да, 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 профессиональные, чтобы легко и быстро сделать макияж, здесь есть тоже, опять-таки, когда макияж, мы делаем два варианта, когда человек берет нашу косметику и сам себе делает макияж, а мы его подсказываем, это одна фишечка, он пробует, тестирует, да, ему нравится, как это на себе, да, как конкретный, конкретный блеск, что-то там на себе, как он идет, да, и мы сами его красим, то есть вы смотрите, если вы не уверены, что можете сделать нормальный макияж, вы делегируете, ну, скажем так, ваша знакомая его может сделать, а вы только ей даете нужные продукты и при вас попробовать протестировать, потому что, когда девочка, девушка потрогала, посмотрела этот блеск, она посмотрела, она его хочет, она его купила, вот, вы видите, да, стандартное то, что нужно при подготовке на мастер-класс, вот, и здесь обязательно, да, зарекрутирует так, когда, да, я поголовно делала так, делаю мастер-класс, бац, потом подписка, регистрация, мне, например, звонок сделать макияж для невесты, прихожу, делаю макияж невесты, невесту регистрирую, потом подружек подкрашу, дружек регистрирую, либо вечерний макияж, кто-то просит, потому что знали, как я делаю макияж, и вот в Сибирском так же, там, кому-то сделала макияж, все, пришла тут же, сделала, подобрала косметику тут же раз, регистрации, и уже много-много лет эти люди покупают продукцию. Итак, самое главное, конечно же, это кисточки для макияжа. Скажите, сколько у вас кисточек есть в вашем обиходе примерно, с какими кисточками вы пользуетесь? Вот, сразу признаюсь, что я настолько фанат макияжа, что у меня все Арифлейм, кроме кистей, потому что помимо наших Арифлеймовских кистей, у меня есть еще видео, у меня есть кисти Мак, потому что, ну, там инвестиций, конечно, больше, там порядка, наверное, я, наверное, порядка 30 тысяч рублей вложила в кисти, я покупаю поштучно, самые лучшие, самые дорогие кисти, вот как бы это мой фетиш. Вот, для каждого малюсенького, для бровок, там, для глаз у меня порядка, 10 точно кистей, ну, вот, да, это очень сильно повышает качество макияжа, но пока, когда только начинаешь делать, учиться делать просто, скажем так, обычные макияжи, у меня больше всего кистей уходит на глаза, потому что каждый, каждый мне нравится под каждый оттенок, у меня очень много теней, много под каждой, там, своя кисточка и так далее. Вот. Конечно, вы знаете бренды, которые у нас есть, поэтому мы не будем на них останавливаться. С чего начинается макияж? Конечно же, декоративная косметика, это так эффектно, но перед тем, как мы делаем макияж, конечно, лучше всего, когда вы возьмете мицеллярно-очищающий лосьончик, потому что девушке, как правило, есть макияж, даже если нет, мы протираем. Тут же мы можем сделать такой вот фокус. Мы берем, говорим, насколько важны мицелляры, что они так классно очищают, бережно. Рассказываем историю, что когда вообще мицеллярка создалась для людей, у которых после ожога, после операции, чтобы очищать кожу, чтобы... И тут же показываем, насколько она быстро очищает. Берем шариковую ручку, рисуем на руке, и тут же мы мицелляркой проводим, она очищается. То есть, мало того, что бережно, еще и мицелляры, они расщепляют. Они вот как вот умненькие такие вот молекулы, которые все-все-все грязью расщепляют. Ну, второй момент. Тоже как бы я не знала, не знала. Я думала, что вот протрешь мицелляркой так, как тампончиком, как два в одном очищение, и тоник, все готово. От косметологов я недавно узнала для себя, что все-таки после мицеллярки нужно протирать лицо тоником, чтобы дабы убирать эти мицелляры. Вот. Лосьон идет с любого возраста, и можно даже и подросткам, и детишкам протирать. Это просто в премиальную серию поставили, потому что мицеллярка стоит дорого, и как бы премиальная. Но на самом деле мицеллярка применяется, вы можете увидеть, то есть и подросткам, если чувствительная кожа. Вот. Вся остальная вот эта вот Diamond серия, она уже к нам не подходит, кроме как мицеллярки. Ни у кого какая кожа можно не смывать, а косметолог мне сказала, что любую мицеллярку нужно смывать тоником, протирать лицо все равно нужно. Вот. Далее. Если, например, это у нас возраст, вообще как бы самое оптимальное, даже если у вас нет мицеллярки, мы очищение и тонизирование делаем базовую серию Optimus. Она всем подходит любого возраста. Если у вас женщина старше 30 лет, ну 25, нет, 35 лет, все, эта серия коллаген полюбит, шикарно очищает. Вот. Далее. Если это антивозрастной код, то, конечно же, волшебным образом преобразится кожа, если мы капельку эликсира для лица капнем, а на лицо разотрем будет... Немножко такая подсветка изнутри, сразу эффект будет такой вот минус пару лет. Да, и, конечно же, нашу кожу вокруг глаз нужно подготовить. И нужно нанести крем, потому что, что первое, прежде всего, стареет у нас, это кожа вокруг век. Поэтому за ней нужно ухаживать. И это надо всегда рассказывать нашим клиентам. Кроме того, вы можете рассказать, что да, декоративная косметика – это очень хорошо, если мы будем пользоваться комплексной системой. Пока вот человек, процедура очищения идет, да, вы можете рассказать, что у нас есть такая серия замечательная, коллаген с тволовыми клетками и так далее, либо True Perfection, если это 25+, рассказали о том же, как у нас витамины красоты есть. То есть это мы сделали. Дальше. Мы определяем тип кожи клиента, наносим основу под макияж. Ну вот просто вот пробежимся по полкам, сейчас подробнее. Замаскиваем участки, выбираем цвет тонального средства и корректора. Мы наносим сначала корректор, потом тональное средство, фиксируем рассыпчатой пудрой, потом подбираем оттенок темной и светлой пудры для цвета коррекции овал лица. Дальше идем, у нас скулы идут и немножко румян, чтобы закончить образ. То есть вот эти все этапы. Итак, вы знаете, как бы бытует миф, с одной стороны все говорят, вот там сначала дневной крем, потом база под макияж. Это настолько все утяжеляет, ничего подобного. База под макияж, это как бы прослойка между тональным кремом и дневным кремом, это защитная. Кроме того, база под макияж, она вот как бы, она натягивает кожу, то есть если у вас кожа вот такая неровненькая, то она натягивает, она делает поры как бы менее заметными. Соответственно, у вас сразу раз, и там пару годиков можно скинуть. Либо в то же время база под макияж, она классно подходит, чтобы увеличить стойкость макияжа. Поэтому, если, по идее, если делать правильный, хороший макияж, чтобы он был устойчивый, красивый, качественно, не нужна база. И вот у нас в следующем каталоге у нас будет новиночка. Как вы знаете, что компания Reflame перезапускает серию Giordani. Она делает ее более люксовой, более презентабельной. И здесь разрабатывается все. Мне очень нравится дизайн, потому что здесь отрабатывалось дизайн, даже вот как вот помада закрывается, вот щелчок помады. Все вот, в общем, это сделано как дорогие качественные бренды, дорогие люксовых марок. Но тем же самым по приемлемым ценам. Итак, что же будет преимущество, да? Вот базы под макияж Giordani. Я обязательно сейчас ее возьму, как она будет за скидкой. Так, косметологи утверждают, что начинать макияж необходимо с нанесения базы. Важно не пропускать этот этап, так как благодаря правильной подобранной базе кожа выглядит здоровее и ровной. Макияж держится лучше, база под макияж присутствует в ассортименте каждого люксового бренда. И в состав базы под макияж содержится дорогостоящий и высокий эффективный экстракт орхидеи. Ну и, конечно же, мы дополнительно говорим, какие у нас еще есть продукты. То есть сначала у нас идет база. Дальше у нас есть вот такой вот... А, кстати, кто у нас пользуется базой под макияж? Я пользуюсь только, когда мне действительно надо хорошо выглядеть. Каждодневно я пропускаю. То есть база, вот мне надо, мероприятие, выходной, мы едем в торговый центр какой-то. Вот только база под макияж, только так. А так быстрее и быстрее, если мне нужен садик, тональный крем и все. Дальше у нас, давайте разберем, у нас есть такая палетка, палитра. Так вот, это для действительно профессионалов. Если взять, например, профессиональные средства, палетки, мак, урбан дикей, там разные, да, профессиональные, у них идет кругленькие такие вот. Цвета тоже самое. Принцип такой же, единственное их побольше. В палетке, что мы делаем? Зеленым цветом, маленькой кисточкой, мы маскируем наши красные прыщики. Оранжевым цветом мы наносим непосредственно, где темные, синие круги под глазами. Желтые, это какая-то красная, вот, какой-то красный, либо смешать какой-то оттенок, куда-то закорректировать. Вот, и после этого, только после того, когда мы нанесем, потушуем, это, это палетка, то плотным слоем. То есть, некоторые говорят, вот, мне нужна тональная основа, плотного слоя, потому что у меня прыщи, проблемы, темные круги нет. А для этого нужна маленькая палетка. Когда вот, как там маленькие миллиметрики, маленькая зона, только вот, вот это точечное мы туда добавляем. Зачем лишний раз портить кожу, чтобы она не дышала? Вот, плотный слой нужен только туда. А вот дальше, дальше мы уже можем брать либо стойкий корректор, корректор у нас идет под глаза, и тональную основу. То есть, вот это вот у нас базовые идут средства. И давайте о них поговорим подробнее. У нас есть линейки. До этого у нас была Ariflame Beauty. Там же пока остался CC-крем и тональная основа, вот флакончики с удобным дозатором. У нас есть Very Me для молодежи, такая для молодой кожи. Она более легкой текстуры. Легкая, невесомая, в то же время, подчеркнуть молодость. У нас есть линейка De Lan, она универсальная, подойдет для любого типа кожи, возраста. Там тоже несколько средств, вы это видели. И люксовая серия Giordani Go. Она уже более ухаживающая, с более дорогими компонентами. Но она также может подойти для любого возраста. Но здесь единственное, что там есть еще отдельный тональный крем, например, антивозрастной тональный крем. CC-крем, он больше, опять же, ухаживающий возраст, 25 и больше. Это не означает, что если вы будете пользоваться, у вас что-то произойдет. Нет. Просто там больше дорогостоящих уходовых средств идет, антивозрастных средств, защита выше, сильнее. Итак, давайте по поводу того, чем и как мы наносим. Слушайте, кто как наносит тональный крем? У кого какие любимцы? Есть кисточка у нас, есть новая Giordani Gold. Вот сейчас последний, если видеть обзоры, то пошел просто вот мода, пошла на то, что именно такое на Giordani, которое вот такая вот втушевывается, у очень многих брендов пошло, кисти, которые выпускают, вот такого типа. Сейчас я больше всего люблю Beauty Blender. Вот такой вот синенький блендер, он и тоже как бы практически очень многие визажисты перешли именно на Beauty Blender. Он вбивает очень хорошо, даже лучше, чем пальцами. Попробуйте, вот кто пальчиками, вот все-таки на Beauty Blender. Он самый удобный. И смотрите, Beauty Blender мы используем в основном, когда еще используем две тональные основы, когда, например, делаем сейчас, то есть это мод, это тренд пошел, что многие используют две тональные основы, либо специальные хайлайтеры плюс в жидком виде тонирующие средства, чтобы делать светокоррекцию лица. Но это как бы у нас в Reflame этого нет, специальных маленьких пузыречках, коррекции, темные, потому что это сложновато и все-таки это больше для профессионального макияжа. Так, вот смотрите, не забудьте нанести тон на область под глазами и на веки, чтобы освежить взгляд и продлить стойкость макияжа. Для этого мы используем корректор, специальный корректор в жидком виде, текстура его более тонкая, специально, чтобы не потянуть морщины. Если вы будете тональным кремом здесь делать, в принципе, практически ничего страшного, но это более плотная текстура и все-таки у вас будут видны морщинки. И тоже, не надо, чтобы перебора не было, чтобы все-таки легкий был слой. вот это сейчас в тренде является то, что либо разные тональные основы используют, вы видите, как они наносятся, какие цвета, куда и как. И потом просто бьюти-блендером немножко притушевывают и все это растушевывают. И получается шикарный, идеальный макияж. В основном, кто использует, они бывают либо тонкие тональные, либо наоборот очень плостые, толстые, грунтовка такая. И все это, когда вы блендером проходитесь, то это все выравнивается. Еще частенько, если это плотная тональная основа, то бьюти-блендер смачивается. И если вы хотите сделать эффект легкий, эффект лица, то это становится... Ну, на самом деле, как бы, вот Юля, ты говоришь, что круто, да, уметь это делать. Вы можете посмотреть очень много видеороликов на Ютубе, но это заморочено. Но, в принципе, для нас проще всего сделать это просто обычным корректором. Корректором у нас есть бронзат специальный. Да, по времени много занимает. Это вот такие макияжи, они делаются могут в 40 час. И это действительно для таких вот случаев вечер, там, ковровые дорожки, красные дорожки, вот, какие-то там свадьбы. Да, каждый день это не надо. Проще всего вы берете вот у меня мой любимый, это вот я просто вот сейчас полюбила очень сильно. Раньше у нас была пудра с эффектом загара. Сейчас у нас двойной вот на картинке есть с хайлайтером бронзатор. То есть, как раз-таки темным мы подводим все темные места. Сейчас мы еще коррекцию посмотрим, как правильно делать. А светлые я буквально поворачиваю кисточку и вот здесь буквально вот здесь прохожусь шикарно. Ну, конечно же, после того, как мы все это сделаем, потом мы припудриваемся. А, вот, вот, вот. Давайте посмотрим. Первую картинку это светлый хайлайтер. Но его мы делаем после того, как мы нанесли темный цвет. То есть, куда мы его немножечко на лоб идем. Здесь, видите, под глаза. здесь много нарисовано. Вот, вот здесь доносим еще вот под бровь идет. Опять же, есть перламутровые такие хайлайтеры, есть просто светлый хайлайтер. То есть, там шиммер разный. То есть, нужно смотреть, потому что и над губой хайлайтер делается, чуть-чуть здесь. То есть, надо смотреть какой-то. Просто я пыталась найти картинки с интернета, чтобы как-то вам показать. Также, в зависимости от формы вашего лица, это треугольная, круглая, квадратная форма, идет темный. Вы берете, не бойтесь переборщить, вы берете темный оттенок и начинаете прямо хорошо прорабатывать зону. Потому что, когда потом вы пройдете с пудрой, все лишнее уйдет. И сразу будет хорошая коррекция. Если вы хотите сделать более сильную коррекцию, вы берете более темный оттенок. Если профессиональный макияж отличается тем, что это у нас такой оттенок бронзатора, то там берется серый коричневый, темно-коричневый оттенок и прорабатывается. Если посмотрите нарисованного человека, кажется, боже мой, там просто все видно, текстура. А когда фотографии, они просто идеальны. И когда мы делали фотографии, вот выведем одну из первых фотографий, вам показалось там красивый нюд-макияж, в принципе, который на обложке идет, там на самом деле столько тонального основа, коррекции, мы темным оттенком проводили, вообще, то есть фотографированием все, румян никаких нету, ничего нету, то есть вообще, то есть белый лист. Еще, еще просто вот берем мы с моим фотографом, наносим прям хорошую коррекцию, я уже взяла ее, у нее сильные такие, такие четкие синие, сильный коррекцию, потому что для фотосессии нужно все, и вот прям темно-серый проводили, фотографировали, о, все, вроде как скульптура лица появилась, ну, как бы здесь я немножко говорю, для разного косметика нужна, вот, а так бы во вседневную, конечно же, потом, когда я домой поехала, я только выходить, посмотрела на лицо, у меня вот такая толстая шла, шутка, штукатурки, там немножко потерла, потому что было ужасно, и так же, как я работала моделью, у нас мы по пятницам у нас были показы, вот, и вечером в транспорт нельзя было сесть, потому что, ну, извини меня, девочки с панели, больше никак нельзя было сказать, поэтому надо было все стирать, как-то более-менее убирать, потому что очень слишком толстый слой. И еще один момент, вот когда мы делаем коррекцию при помощи вот коричневого бронзатора, потому что все, то есть профессиональный макияж все всегда делают при помощи коричневого скульптурирования вот эти вот зоны, вот эта зона обязательно делается коричневым. А дальше потом мы берем румяна, например, как вот Ольге любимые естественное сияние и наносим их вот-вот на вот эти вот облачко, ну, легко припудриваем. То есть вот это вот разные моменты. И сейчас, конечно, тоже тренды на разные румяна, все их там коллекционируют. Вот, носик, форма носа, но я не знаю, мало кто доволен своим носиком, всегда есть изъяны, недостатки. Для этого мы берем кисточку, которая у нас растушевочная кисточка, идет вот сюда и смотрим. Если нас что-то не устраивает, он широкий, слишком какой-то узкий, курносый, горбинка на носу, круглый, мы берем и просто проходимся вот этим темным оттеночком. вот, и практически все модели всегда вот здесь проводят, всегда вот здесь прямой немножко растушевывают, проводят темным корректором. Также эта палетка идеально бронзатор для того, чтобы делать дневной макияж, вы этой же кисточкой проходитесь вот здесь в складочке. То есть, в принципе, дневной макияж это тональный крем, цветокоррекция, провели вот сюда вместо тени, то есть в складочку, вот в это, да, все, макияж готов. Может даже светлым хайлайтером здесь делать, здесь по темным провели минимум макияжа и можно всегда с собой кинуть сумочку. Я считаю, что практически у всех должен вот этот вот быть комплект. Румяна. Ну, с румянами я выбрала не тот оттенок с этими, я не совсем подружилась, мне не совсем подошел какой-то я взяла оттенок, я все-таки пользуюсь шариковыми. Что-то мне как-то не нравится, какой-то неправильный оттенок надо было до этого у меня какой-то розовый, а я взяла персиковый, то есть не для своего тона, сразу все макияж не тот, вот, я все смотрю, присматриваюсь и взять другие оттенки. Ну, а, базовый, знаете, еще вот момент, да, у нас в Арифлейм жесткие кисточки для румян, кто, например, просто покупать для румян говорит, ой, какая жесткая, колючая, особенно если используют другие кисточки других компаний. Хочу сразу пояснить, эта кисточка специально была разработана для наших румян, для чего? Для того, чтобы, видите, там дозата, для того, чтобы накалывать, потому что они запеченные тени, и для того, чтобы они были нормальными, именно как раз это уже накалывает, потому что есть, например, для румян очень мягкие, из козы, еще прям мягкие-мягкие, они в основном подходят больше для пудр, чтобы мягко было, хорошо, но вот румяна, для вот этих румян как раз-таки подходит Джордани, он более такой плотный ворс, но некоторые говорят, ой, для меня колючий. Да, и очень хорошо регулировать, можно сужать, вообще великолепно. Наша линейка Джордани, здесь у нас идут новинки, и новая идет вот такая вот пудра, вот она пудра идет, красивая, здесь идет три оттенка, первый это прозрачный, вот такой вот прозрачный оттенок и два оттенка, сверлационные. Смотрите, именно пудру предпочитает 98% женщин, как универсальный продукт для коррекции макияжа в течение дня. Да, конечно, когда вы закрепляете макияж, это должна быть однозначно лучше всего рассыпчатая пудра, для коррекции такая. Она матирует, создает эффект бархатистой кожи. Вот смотрите, прозрачная пудра инновация 2014 года присутствует в ассортименте некоторых люкс брендов. Прозрачный оттенок убирает жирный блеск и придает коже сияние. То есть вот такой вот момент, вы можете подробнее почитать информацию по этой пудре, ну и вы наверняка видели, какой у нас широкий ассортимент. В линейке The One моя любимая идет опять же таки матирующая устойчивая пудра. Я очень переживала, когда переупаковывался бренд Beauty и думала, боже мой, оставьте, пожалуйста, матирующую пудру, которую полюбили очень многие даже самые крутые визажисты из-за того, что она реально хорошо матирует, абсорбирует. Вот, и они выпустили устойчивые, она не насколько такая же по качеству, я думаю, хорошая. Да, заван у нас будет рассыпчатая, спасибо, Марина, вот сколько скоро прям совсем будет. Ну и в Эреме, кстати, в Эреме, несмотря на то, что она дешевая, она очень хорошая тоже по качеству. Коррекция бровей. Вот смотрите, одна и та же девушка с разными бровями и, соответственно, разные брови это сразу разные выражения лица. Вот, скажите, какой тип бровей вам нравится? Когда-то, буквально там 15-20 лет назад были тоненькие, тоненькие бровки. Вот, а сейчас как бы и разная мода. Сейчас, конечно, тренд это идет более третья, да, такая вот яркая, стильная женщина, здесь правильная форма бровей вырисована, да, все хороши по-разному, да, и вот вы можете видеть еще, да, то есть немножко другие. Конечно, сейчас самый последний тренд это широкие брови, отрощенные брови, ухоженные, такие вот натуральные, вот, и все стараются их усилить, отрастить. Для того, чтобы отрастить брови, вот я сейчас, например, отращу, вы можете увидеть сейчас и фотографии, вот сейчас, да, и те фотографии, фотосессии, которые у меня есть. Я использую вот такой вот бальзамчик, но, скажем так, эффекта быстрого нету сразу. Почему? Потому что, если вы щипали там 10-15 лет уже, да, то на этом месте волоски не вырастат, но тем не менее, я заметила, что утолщаться стали бровки, и все-таки, да, за бровями, вот сейчас вот, ну, это уже фетиш, не знаю, поголовно пошло, практически все блогеры рассказывают, как они ухаживают за каждой своей волосинкой, они там, вот, трясутся, трясутся, но, это классно. Ну, вот у кого, у кого густые, как у Брежнева повезло, а нам вот как раз-таки нет, надо постоянно что-то с ними делать. Вот, правило. Вы можете отдельно пригласить на мастер-класс по уходу, по коррекции за бровями, потому что, если брови красивы, все дальше, просто куколка будет. Что мы делаем? Рассказываем, опять же, опять наша песня про два баяна, рассказан по уходу, про наше средство, о важности ежедневного ухода. Дальше показываем клиенту идеальную форму бровей, используя правила золотого сечения, как мы, да, посмотрите, от носа мы берем карандашик, и как мы его подставляем, где начало, где конец, вот, и если надо, можно немножко пиццетиком подщипать, и фиксировать результат. Что у нас идет? А, ну вот видите, да, как идеальная форма бровей должна выглядеть. Правильная форма бровей может зрительно сделать лицо моложе и уменьшить количество морщин. То есть, вот такая вот фраза, выучите ее для того, чтобы обратить внимание, да, а как ты пользуешься, как ты ухаживаешь за своими бровями, как ты корректируешься. И даже если женщина ухаживает за своими бровями, если вы покажете нашу великолепную палетку, да, и попробуйте сделать этой палеткой коррекцию, сразу скажу, что мне не нравится щеточка, которая там есть. Она вообще не подходит. И у нас в Арифлейм нету щеточек специальных, чтобы в эту палетку для бровей использовать. Вот, ну, это, это, это мое, сугубо, мое мнение. Может быть, как кто-то привык, кому-то удобно. Я не помню, в каком-то бренде я купила. Специально для бровей. Все. То есть, хорошая, дорогая щеточка и наши палетки, которые, наверное, уже штуки 3-4, все из мазюкала. Нет, маленькая, она неудобная щеточка. Ей как-то неудобно, но, может быть, понимаете, у меня тонкие брови, поэтому мне там каждые полмиллиметра она должна быть, вот, она настолько должна быть миниатюрная, точнее, как удобная, с длинной ручкой и миниатюрная, с идеальным борцом щетка. Только тогда я могу сделать то, что мне надо. Вот. Вот это вот набор для коррекции, я его просто, я им восхищена. И раньше я делала только светлые, потом темные со светлым мешала. Воском я, например, не пользуюсь. Если у кого-то, например, вот густые брови, да, как раз-таки воском очень удобно зафиксировать. И вот такая тоже фишечка по поводу геля для бровей. Я купила тоже светлый и темный. Вот. Классная штучка. Сейчас, понимаете, вот мода на то, что вот татуированный татуаж был бровей, она уже ушла, и нужно создать 3D-объем бровей. И поэтому, даже если вы подкорректируете, то, конечно же, хорошо, если вы придадите объем формы вашим бровкам, зафиксируйте их цветным вот этим гелем. И если у вас тоненькие бровки, вам неудобно, то также вот этой вот маленькой тоненькой щеточкой, которую вы используете, красите, вы просто открываете как вот эту тушь, немножко с нее взяли, и также подрисовываете, делаете форму. Например, вот этой щеткой вам неудобно довести вот здесь, а вы так уголочком взяли вот эта щеточка и дорисовали. Об этом мы, ну как, я это не использовала, мы поговорили с Аленой Терещенко как раз-таки в Валенте, она показывала, ну там мастер-класс, ну и мы там про брови заговорили, она говорит, ну у меня тоже там, ну и потому что брови, это вы сейчас всех визажистов, одна из самых главных тем, потому что есть еще, вот я специально заходила, смотрела в магазине, спрашивала в Омске, не нашла ни одного магазина, то есть многие визажисты, есть капилляр, капиллярный, такой вот капиллярный карандаш для бровей тонюсенький, вот как она гелевая, прям тоненькая, которая дорисовывает каждую волосинку. Из того, что у меня прореженная бровь, думаю, ну вот такой фетиш, у нас такого рифлея нет, думаю, может найду, нет, такого нет, то есть это в очень дорогих брендах, и то там с Китая заказывают, некоторым там какой-то, интересно, я просто хотела посмотреть ради прикола, вот, ну вообще, как вот в идеале, вот эта вот палетка хороша. Так, давайте следующее посмотрим, так, третья часть, я вам слайдок понаделала сегодня, вот, дальше, ну это у нас была в мастер-класс для бровей, то есть можно отдельно сделать мастер-класс на брови продать Джордане, вот это, а еще, когда мы делаем бровки, мы обязательно тот же продаем, берем консилер, да, наш, обрабатываем, проводим здесь, до бровей, под бровями, то есть форма, да, ну в принципе, вы, наверное, видели, да, соответственно, сразу эффект, да, такой получается. Так, следующее, это, наверное, одна из моих любимейших тем, это макияж с эффектом омбре, тренд, это и смоки, и все, то есть это переходы, никогда, то есть, не просто вы одним оттенком делаете макияж, а вы именно делаете плавным переходом, я вот здесь вот люблю, здесь сколько бы теней не было, вот если некоторые девушки могут быстро купить там какую-то себе помаду, оттенки помад, то я могу скупать все тени, которые только есть, видим и невидимы, у меня их просто море, если выложить на стол, то они, наверное, все не поместятся, и я периодически их раздаю, то есть пробую, наслаждаюсь под новые платьишки, образы, и дальше, вот знаете, вот как платье меняешь, так вот и вот для меня тени, вот, и главное научиться правильно делать, правильно макияж, глаз, и все, потому что глаза, они, ну, это самое главное оружие для девушек, женщины, там, кокетство, ну, не знаю, это самое главное, и вот именно макияж глаз здесь нужно научиться, если взять все-все-все тени, которые есть, мои сейчас самые любимые тени, это вот такие вот, такое оттенок, у кого есть такие тени? Вот смотрите, для того, чтобы во многих компаниях есть база под макияж, база под макияж крутых брендов стоит полторы-две тысячи рублей, есть три тысячи рублей, именно база под тени, база, она выглядит, как обычный жидкий наш корректор, и по текстуре она точно такая же, база нужна для того, чтобы ваши тени припечатывались, и поэтому, если кто-то вообще наносит, говорят, ой, в Арифлейм у вас тени нестойкие, вы им объясняете, что макияж, когда вы делаете, накладываете любые тени, ваши веки надо подготовить, и прежде всего, нужно обязательно нанести наш корректор, вот как идет жидкий корректор для век, то же самое мы наносим сюда, то есть сюда проработали, немножко прошло, чуть подсохли, наносим, второй вариант, если вы не используете корректор, то вы берете вот такие вот тени, то есть вот они кремовые, также наносите их, как кисточкой для нанесения макияжа, все, дальше вы работаете с любой палеткой, с любыми тенями, и вот то, что вот здесь небольшой шивер, блеск, оно как бы создает объем, вот шикарность, то есть потрясающие тени, то есть вот надо всем иметь вот такой белый базовый, а потом уже как именно, как основа под макияж, а потом уже то, что вы хотите уже там, можете докупить темные оттеночки, есть Джордани Голд, подобные тени в такой упаковке, но их путать абсолютно нельзя, они здесь, они больше как водостойкие идут, то есть если вы не успели их хорошо растушевать, они тут же высохли, высохли, то же самое как кисточка, кисточкой нужно носить той, которая в комплекте идет, и тут же пальчиками прям хорошо быстренько разогревать, разогревать тени и хорошо растушевывать, они больше вот те, именно на пальцах именно работают, растушевка, так же как и эти кремовые, но эти кремовые не сразу они подсыхают, то есть можно моделировать, что-то делать, но те с теми тенями, но в то же время, как только те тени Джордани нанесли, все, эффект стопроцентный длится хорошо, но как только, не забывайте, когда вы нанесли те тени Джордани, вы берете кисточку, которая у нас идет для растушевки, далее вы берете, скорее всего, вот этот вот кирпичный оттенок, и обязательно проработайте складку века, вот этим коричневым оттенком, который у нас идет как бронзер, сразу смойки у вас на другой уровень пойдет, обязательно, не только эти тени, но обязательно проработать бронзером, вот рассыпчатой щеточкой, кисточкой, кто прорабатывает после вот этих вот Джордановских теней, вот именно такой коричневый, обязательно, вот на другой уровень макияж, вот Людмила, молодец, ну и, конечно же, у нас появились вот такие вот тени, которые вы, наверное, сейчас в Инстаграме, в Фейсбуке видели пост, вот такой вот, то есть такие тенюшки, тоже, знаете, когда я посмотрела оттенки в Валенте, я сначала думала, серый, нет, однозначно, нет, надоел мне, моя коричневая гамма, думаю, возьму бежевую гамму, однозначно себе, и, наверное, никогда не возьму себе бордовую, ну, что-то как-то они мне не совсем понравились, вы знаете, когда я делала тест, вот эта вот бежевая гамма, вот, когда я себе сделала тест, когда я себе купила вот это вот платьишко, вот этот вот Валенсия, оно такое красивенькое, вот, я поняла, что вот как раз-таки бордовый оттенок, вот бордовый вот этот вот оттеночек, это самый офигенный, вот он, он настолько хорошо ложится, причем, если я вам говорю, что я не люблю кисточки, маленькие спонжики, я давно отошла, но вот как раз-таки вот эта вот щеточка, она офигенно наносит, это вот русским языком сказано, что вот этот вот аппликатор хорошо наносит, прям хорошо, такой пигмент сразу, вот сильно пигментированно они получаются, и потом, единственное, в конце-то вы берете кисточку растушевочную, и проходите, стираете границы, но вот мне больше всего понравились тени, скажите, кто-то уже приобрел себе эти тени, они очень хорошо устойчивы, и также, опять же, еще подчеркну, эти тени сделаны для дневного макияжа, для дневного, поэтому они не, они среднепигментированы, для того, чтобы вы не переборщили с пигментом, девушка, которая не умеет пользоваться профессиональными кисточками, а то там, как профессионал делает, там капельку пигмента, ты ты ты, ты ты, как раз растушевали, все готово, а кто из этим не умеет с этим работать, да, они сделали, раз пятно, еще не наложили базу, здесь пятно, здесь не пятно, и получается вульгарщина, эти тени разработаны, специально доработаны, замечающе для того, чтобы их носила девушка ежедневно, и чтобы у нее был устойчивый, шикарный, красивый, дорогой макияж, вот, дальше, а, пудра, там тоже есть фотография, ну, вот эти тени для век, также, это самые популярные, а вот, смотрите, по версии Космополитен, сливовые тени, вот эти сливовые, которые сделали тени, один из главных трендов макияжа 2015 года, они могут быть матовыми, сатинами, или же с эффектом металлик, выбор остается за вами, вот, вот эти тени, если взять, получается, вот, сливовые, у нас один есть темный оттенок, он идет, как, матовый, вот, а немножечко шиммерный, чуть-чуть шиммерный, идет посветлее, оттенок, и там есть золотой, но золотой, золотой оттенок с этим, тоже, вот, мы говорили с Аленой Терещенко, это ее тоже любимые сейчас стали тени, она в инстаграме даже фотографии делала, что говорит сейчас, все, это ее самые любимые, то есть, постоянно один тот же макияж, то есть, она вот его нашла, вот этот вот макияж, вот эту гамму, все, вот, знаете, как платьишко, когда у тебя 20% пищей, ты носишь 80% времени, так и ты находишь свои оттенки, ты понимаешь, влюбляешься в них, вот, да, конечно, макияж, да, вот, давайте посмотрим по схему макияжа, тоже, научитесь это делать, свободное время, вот, здесь, здесь классический макияж в стиле омбре, когда вы начинаете со светлого оттеночка, в уголочках прорабатываете темным оттеночком и подводите, делаете подводку, то есть, нижнее веко вы не трогаете, нижнее вы не прорабатываете, но, конечно же, можно улучшить, провести белым карандашом, тогда взгляд будет более открытый, при этом макияже, то есть, обычный базовый дневной макияж, второй макияж, все то же самое, но вы делаете акцент, еще прорабатываете низ, то есть, здесь он более вечерний, но мне нравится вот такой макияж, я болею таким макияжем, очень красиво, невероятно, ну, в принципе, все это легко, смоки айс, здесь вы наносите сначала, там мы начинали со светлого, мы доводим до темного, здесь мы начинаем наоборот, мы берем самый темный оттенок и следом наносим другие оттенки, то есть, в светлый переходим, и из-за того, что внизу темный, пигмент, и сверху светлый, оно пробивается, когда вы ходите, ну, то есть, он играет, он играет, и никогда визажист, то есть, когда он делает смоки, он обычно использует 6-7 оттенков, то есть, он доводит, доводит капельку этого, капельку того пигмента, капельку того, и все-таки смоки получается шикарный, шикарный, макияж, вот, то же самое смоки, такой же идет, я обычно тоже могу, либо карандашом, либо черным, но в основном карандашом, у нас была коллекция, год или два назад, карандаши, новогодние, такие, они темные, такие вот, черные, мягкие карандаши, были специально для смоки, теперь я только его сейчас использую, больше ничего не беру, он мягкий, но он немножечко идет, с крупиночками серебра, краплениями легкими, классно смотрится, и дальше вот наношу любые тени, сатиновые из палетки, тоже серый, тоже самое, вот, здесь единственное, вот видите, удалочки только проработали, не все подвижное веко, черным оттенком, а только уголочек, дальше серебро, и здесь светлое, то есть, в принципе, если мы берем серебристую палетку, вы только прорабатываете карандашом черным, и эту палетку используйте Джордане, очень красиво цветной макияж, зеленый оттенок, то же самое, вы видите, прорабатываем сначала черным карандашом, зелень берем, и потом растушевку, тоже у нас оттенки синее, вот эта вот палетка есть, вот, то есть, вот у меня зеленый макияж, я делаю дневной проект в процессе, я брала с той палетки, ну, это примерно просто схема макияжа показала, ну, и, конечно же, один из самых распространенных тоже макияж, ну, здесь, когда вы делаете в дымчатой грамме, такой вот, тоже всем практически подходит, такой легкий смоки, дальше все просто, если мы, либо мы используем, ну, вот, например, черный карандаш, да, опять же, такие черные базовые классические, он идет в растушевку, вот это для смоки подходит, и белый, белый, если мы не делаем, не проводим темным, то всегда стараемся высветлять, вот здесь вот оттенок, так мы глаза, обвеживать свет карандаша, если вы хотите достичь эффекта, открытого взгляда, и визуально увеличить глаза, а помним, когда, чем мы становимся старше, тем у нас все плывет, соответственно, все как бы так, и чем моложе, взгляд более открыт, то есть раз, с карандашиком провели, особенно это антивозрастной макияж, тут же раз, глазки приоткрылись, то есть, ну, все хорошо, ну, тушь все, это понятно, туши бывают разными, у нас в Reflame очень много, давайте проголосуем, у кого какая самая любимая тушь, у кого какая самая любимая тушь, назовите, пожалуйста, у меня, я показываю фиолетовое, фиолетовые упаковки, внизу, которая находится, объем, которое можно много объемов делать, но, но, для меня было открытие, новое открытие, это новая тушь, которая у вас, вот она появилась в продаже, с обалденной щеточкой, вот такая вот щеточка, которая разделяет каждую ресничку, и, ну вот, она мне невероятно понравилась, вот реально невероятно понравилась, и, наверное, она сейчас у меня будет конкурировать с фиолетовой тушью, но вот действительно продукт премиум класса, и очень-очень высокого качества тушь, и, ну, классный, вот знаете, вот такой замах на хороший, роскошный, дорогой бренд, классный, вот, и вот здесь одна еще фишечка, исследование, проведенное социологией Кембриджа, утверждает, что мужчины оценивают привлекательность взгляда женщины пропорционально длине ресниц, вот такая штучка, так, с этим продуктом мы подводку, подводку продаем, то есть даем тушь попробовать свои, тут же рассказываем о нашей подводочке, так, следующий мастер-класс, то есть мы делаем мастер-класс, то есть, например, только вот смоки, разные оттенки, разные варианты, вот такой, вот такой, вот, то есть я вам фотографии показывала, то есть мы пробуем с нашим клиентом, то есть в принципе, если мы разберем только одну тему, сделаем правильный какой-то макияж глаз, все, то есть это ваш клиент навеки, я очень люблю делать, и вы видите, что получается какие-то вот разные образы, вы еще дальше посмотрите фотографии мои, ну, кто, например, не знал, не видел фотографии с фотосессии, дальше, губы, смотрите, давайте сейчас посмотрим, у кого какие губы, давайте, вот у кого, вот первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, давайте здесь шесть строчек, и определим, к какому типу вы относитесь, у вас бледная кожа, темные волосы, бледная кожа, светлые волосы, смуглая кожа, темные волосы, смуглая кожа, светлые волосы, персиковая кожа, каштановые волосы, светлая кожа, рыжие волосы, И вообще, какая палетка. То есть вы можете посмотреть вашу гамму. Вот у меня, например, идет первая палетка больше. Ярко-розовый, здесь еще светло-розовый идет оттенок. Вот это у меня холодная гамма идет. Вы можете себе посмотреть. И тоже, когда я загорю, у меня смуглая кожа, темные волосы. Вот видите, тоже какие. То есть вы можете сразу посмотреть вашу палеточку и с вашей помадой определяться. Ну это вот как рекомендую. А на самом деле, как Людмила говорит, все отцветать совпадают разные оттенки. Чуть-чуть, даже я заменяла. У меня, кстати, не знаю, может вы заметили, у меня более темный оттенок волос сегодня покрасилось. Вот такой вот получился. Также у меня остались кончики мои, вот рыженькие. Ну вот оттеночек решила, не знаю, почему-то темненький, может быть не осветился, не знаю. Вот тоже очень опасно, да, можно оттенком плюс 5 лет, минус 5 лет сделать, неправильно гамму подобрать. Тут же все надо менять. Цвет, что-то с орехом связанный, какой-то такой темный, темный с орехом, не помню, забыла какой-то. Потом в обзоре сделала. Я завиваю волосы, да. Девчонки, кому нужно, как я делаю свою укладку? Видео сделать как-нибудь? Лесной орех, правильно, спасибо, спасибо. Вот, если нужно, я расскажу, как я делаю свою укладку. Это у меня там стандартные, вот это вот мои локоны постоянные. И чтобы они главные были от лица, ну, покажу, покажу, на бигутюшке. Вот, вот, мастер-класс чувственные губки. Опять также мы рассказываем о том, какой у нас замечательный уход, о том, что важно ухаживать за губами. Мы наносим специальное смягчающее средство. Наносим корректы на губы и слегка припудриваем, либо еще берем белый карандаш, обводим, прорисовываем контур губ, потом темнее, и закрашиваем кисточкой, по идее. Вот, потихонечку наносим. А сейчас тренд это без карандаша. Мы после того, как нанесли помадой, вот так вот пальчиком все протушевываем, чтобы не было, как бы, казалось бы, что-то естественные губы. Если вы посмотрите сейчас серию Джордани, фотографии, все на фото, да, то там накрашено, сделан макияж губ, и все хорошо, вот, именно граница протушевана, как будто вот это а-ля ее натуральный цвет губ. То есть, вот такая фишечка идет. И у нас также большое портфолио. А, ну вот, пока застойкий корректор, он идет под губы, вы наносите, чтобы граница была, ну и так далее, да, уже карандашики. Ну, здесь у нас в Oriflame очень большая палитра, поэтому определяйтесь сами, кому что нравится. Вы все знаете, я постоянно об одной и той же помаде говорю. Вот, зацелованный эффект. Да, да, а, ну это все. Так, 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 я что-то еще... Ладно, это попозже я про новиночку еще расскажу. Так, следующий мастер-класс, какая наша тема может быть? Красота и молодость. Здесь мы делаем легкий макияж. То есть, ну, то есть, тема макияжа, какие еще может быть? Одного и того человека можно приглашать на разный макияж. Если вы сделаете все, расскажете все-все-все-все, будет просто вот... И все, и, грубо говоря, человек у вас просто в свой бюджет не войдет, потому что вы вкусно рассказали. Вы сегодня рассказали и это. Дальше вы пригласили, может, на другой, да, тема разговора будет. Здесь, например, красота и молодость. Здесь вы используете CC-крем и плюс легкие оттеночки. То есть, делайте какой-то легкий дневной макияж. Знаете, вот у нас будет новиночка. Она будет вот в следующем новом каталоге. Вот такие четыре блеска. Мне дали их... Точнее, я сама взяла в компанию Reflame сервисный центр. Подошла, посмотрела, потестировала, шла фотографировать. Народу много ходит, попыталась обзор есть. А мне говорят, да, забирай все новинки косметики, потом нам привезешь. Поэтому я для теста взяла вот эти вот блески. Я вам рассказывала, что блески я не люблю. Вот они мне как-то некомфортны. Еще были блески, вот прям просто разочарование. В Джордане они горчили. Какой-то неприятная текстура. Какой-то вот такой, да. И я постоянно сколько они покупала, я их вот просто кидаю. И все равно к своей любимой одной и той же помаде. Вот такая. Знаете, вот этот блеск для меня открытие. Я не знаю, скорее всего, я, наверное, закажу. Я боюсь их заказать, потому что у меня все валяются. А вот этот блеск я причем крашу в течение трех дней вот этими всеми четырьмя блесками постоянно. Одним, вторым, третьим. И сегодня я заметила такую штуку, что мои губы стали другими. А эффект какой? Здесь, в этом блеске, сейчас это тренд, который используют все люксовые стали бренды. Здесь разглаживающий эффект блеска для губ, это модный тренд. В общем, этот блеск разглаживает мелкие морщинки на губах за счет самого эффективного компонента, который только еще вообще придуман в косметологии, это гиалуроновая кислота. И сейчас вот все самые крутые люксовые бренды, сейчас реклама у нас блеск с гиалуроновой кислотой. У нас блеск с гиалуроновой кислотой. И стоит баснословно деньги. Вот. Смотрите, что такое гиалуроновая кислота? Это такая молекула, которая может, вот, знаете, она вот как губку, если сожмешь, вот, например, вот, влага, да, и раз проведешь, если, например, влага, губка раз, и все вот, воду забирает. Вот эффект тоже самой губки, только эта молекула, одна молекула способна притянуть 500 молекул воды. 1 к 500, то есть, если одна молекула у вас гиалуроновой кислоты, то 500 молекул таких же воды, она к себе джу-жук, вот так вот просто притягивает и удерживает. А что такое влага в коже? Если у вас нет влаги в коже, то она стареет, кожа у вас. Вот. И я заметила, что вот сначала начинается, когда вы наносите такое легкое-легкое покалывание, такой, знаете, эффект небольшого ботокса. Ну, я имею в виду, знаете, вот такие вот, раньше были блески, которые сильно ощипали и джу-жу губы наливались. Но мне не нравилось тем, что у меня сразу какое-то покраснение вот здесь вот было, и какая-то вот неровная, не совсем ровный контур, мне не нравилось. А вот это вот оно так деликатненько пощипывает, и я заметила на том, вот на третий-четвертый день, я понимаю, что мои губы просто сами по себе мягкие и пухлые. Знаете, вот такой какой-то вот объем, такой сочность, такое ощущение, что я использовала, наверное, неделю специально смягчающее средство. Я его вообще не пользуюсь, он у меня, у меня штук 8, они у меня все у дочери, она их все себе забрала, и как-то вот, ну, я вот помада и все. А вот это как-то вот, она поддувает губки, то есть вот для меня этот блеск открытие. И слава богу, он не горчит. Вот те блески мне горчили, какой-то дискомфорт. Поэтому те, кто любит блески, я думаю, что вы его просто будете восхищены. Ну, дневной макияж, это понятно, такая вот у нас гамма, бледненькие, светленькие, легкие оттенки. А вот один из макияжа у меня такой стрелочки, да, и минимум косметики, то есть это уже другой образ. Кстати, заметьте, вот здесь логотип компании Арифлейн у меня появился, из волос. А, вот, кстати, тушь, тушь. Вот здесь зелененькая тушь, мне нравится для дневного макияжа, она очень хорошо, сильно увеличивает ресницы. Только она не такая, ее сейчас перевыпустили тоже с зеленой упаковочкой. Вот. Так, вот это, кстати, мои любимые тенюшки серенькие. Вот на повседневку я в основном постоянно их использую на каждый день, вот эти серенькие. Подводкой часто пользуюсь. Ну, в основном, если быстренько, то просто серенькие вот эти вот тени и бежать. Понятно. Итак, смотрите, вот тоже мастер-класс, вот у вас дневной макияж, и вам нужно превратить в вечерний. Что мы делаем? Достаем все свои хайлайтеры, румяшки, корректируем. И у нас есть два варианта. Первое, как превратить? Первое, мы делаем акцент на губы, используем яркую помаду. Второе, акцент на глаза. Это первый вариант, акцент на губы. Самый простой вариант – красная помада. Вот, я красную помаду не люблю, почему-то сама по себе ее, хотя на мне она смотрится очень хорошо. Может быть, из-за того, что… А, такая фишка, да, статистика. Все мужчины, мужья не любят на женах красную помаду. Парни не любят на женах красную помаду. Но по статистике доказано, все мужчины обращают на женщин с красной помадой. Поэтому ученые доказали, почему мужчины, мужья не любят красную помаду на женах. Потому что они не хотят, чтобы подсознательно, чтобы на их женщин обращали чужие мужчины внимание. Это вот я исследование читала, посмеялась, похохотала, думаю, точно, теперь я поняла. То есть я крашу, мне красиво все делают комплименты, а вот муж категорически против. Вот. Ну, либо в смоки айс мы тут же просто переделаем, добавляем темные оттеночки, чик-чик-чик и все. Вот, кстати, вот эта фотосессия, как раз это одна и та же фотосессия. Когда я трансформировалась, вот такая вот была легкий макияж, и потом надо следом было сделать мне смоки. То есть я бац-бац-бац добавила все. То есть когда делаете фотосессию, надо начинать с легкого макияжа, с мейкапа, потом добавлять, добавлять акцент на глаза. Вот. А вот тоже, пожалуйста, трансформация, это картинка с интернета. Девушка обычная, и добавляем смоки, и вот, пожалуйста, объем, почесали, и красотка. Макияж для зрелой кожи. Это вот последний блок. Что здесь особенного? Мы видим, что женщины, женщины, которым 50, 60, 70 и 80, это роскошные, шикарные, ухоженные женщины. Вот, и для меня вот это мои кумиры, да, с которыми я восхищена. На последней картинке вы видите топ-модель, там ей порядка 80 лет, женщина. Вот я не помню, как она у меня, целый пост был посвящен ей. Ну, шикарная, Деми Мор, роскошная, ухоженная женщина. Ну, вот вообще красотки. Да, и что здесь, какие особенности? Первое, это легкие текстуры, чтобы не перекрузить кожу, иначе сразу добавляем возраст. То есть здесь, чтобы баланс был. Все линии макияжа красимся только наверх, наверх, наверх. Натуральная цветовая гамма, отсутствие перламутрового блеска и темных оттенков. Потому что темный тут же вам добавляет возраст. Вот, пожалуйста, примеры антивозрастного макияжа до и после. Итак, то же самое, как мы рассказываем. Подготовка кожи, рассказываем. Выравнивание тона, возрастные изменения, моделирование бровей, нанесение. Итак, давайте быстренько пройдемся поэтапно подробно. Подготовка кожи. Мы используем Джордане чищающее молочко, Тайм-реверсинг, если это 45+, Крем дневной. Либо мы капаем эликсир молодости, Либо базу под макияж делаем. То есть антивозрастный. Но я имею в виду, что это вот 40-45+, 50 и так далее. Либо дальше мы берем тональную антивозрастную тональную основу, Используем кисточку, либо пальчиками, Либо вбиваем, рассказываем. Эту тональную основу я говорила, что... А, вот антивозрастная. Здесь идет экстракт белого трюфеля. Тоже взяла две тональные основы. Одну более светлого, другого темного оттеночка. Тоже сейчас тестирую. В сервисном центре тоже себе закажу. Чуть-чуть отличается она от той, которая была недавно. Дальше. Смотрите. Вот здесь нарисованы белый корректор. Вот если девочки за 35-40, Себе возьмите за правило брать корректор, Вот который вы делаете, И вот здесь прорисовывать. Вот здесь сразу вы себе минус несколько лет сразу делаете. Первый ряд более плотный корректор. Ну, смотрите с опасочкой его. Второй жидкий корректор. Смотрите, регулируйте себе сами. Ну, потом тональный крем. Бровки. Бровки это отдельная тема. Да, они должны быть ухоженные. Ухоженные. Помню, что ухоженные брови прокрашены минус 3-5 лет сразу дает нам. Вот здесь и здесь у нас делаем акцент на бровях. Ухоженность бровей. И, конечно же, коррекция лица при помощи румян. Обязательно румяшки. Сразу освежаем. Сразу возраст мы убираем. Обязательно коррекция. Вот здесь вот тональная основа коррекции. То есть, если мы молодые, макияж, глаз, все делаем. Возраст. Первое правило это тональная основа. Это, понимаете, вообще 25 плюс. Если у вас нет тональной основы в Европе, это то же самое, как вы забыли нижнее белье. Примерно то же самое. То есть, в Европе вообще нет такого понятия, как это выйти на улицу без тональной основы. Они не красятся. У них нет макияжа глаз. Но все они поголовно ходят с тональной основой. То есть, это считается правило этикета. И сразу раз, и минус 5-10 лет себе сделали тональной основой. Корректирующее лицо, свеженький румянец. Там может даже тушью не краситься. Но вот румянец. И еще правило. Как только вы используете тональную основу, значит, однозначно должны быть либо бронзер, либо румяна. Чтобы скорректировать вот этот вот просто белый лист. Вот. Ну, макияж глаз. Какие здесь особенности? Стараемся, чтобы это не было перламутровых оттенков. Тени Giordani Gold, палетка. Там есть шиммер. Но шиммер такой специальный, хороший, такой мягкий, что он идеально подходит. Уже компания продумала за вас, чтобы не думать. А какие это специально мне не шиммерные, какие тени подобрать. Ну, и конечно же, тогда вот эту вот базу, тогда уже женщинам лучше не использовать. Потому что она может, если вот складки вверх все сильные есть, то она возраст, конечно, нам придаст. Макияж губ тоже обязательно за губами ухаживаем. Рассказываем про вот этот блеск, который восстанавливает губы и убирает мелкие морщинки. Надувает обратно губки, то есть омолаживает ваши губки с гиалуроновой кислотой. Также, по-моему, у нас вот этот бальзамчик с гиалуроновой кислотой также есть. Ну, и вот, понятно, вот эти вот все средства. Ну, как бы макияж для зрелой кожи, вот такой вот наборчик, вы показываете. И когда вы сделаете такой, мне кажется, просто женщина поймет и будет покорена, влюблена. И вот это идеальный наборчик будет. Ну, вот, в принципе, это все. Таким образом, когда вы делаете макияж, вам понадобится текущий каталог, бланки заказа, желательно, не просто сделали макияж и все. Нет, вы сели, взяли листочек и записали все косметические средства, которыми вы делали макияж. А также страничку каталога, где они есть, либо примерную стоимость, чтобы человек знал и выбирал. Вы скажете, что вы можете в этом каталоге это со скидочкой, в этом это, либо просто, чтобы вы знали, чем я вас красила. Потом, мало ли вы захотите повторить себе макияж. Вот, естественно, у вас набор пробников, потому что помады можно попробовать. Вот, и есть такая фишка, да, вы поблагодарите и попросите. Либо можно, например, скажете, давайте вот в следующий раз мы с вами с нольки пройдем или какой-то макияж глаз разберем. Но для этого вы должны привести двух подруг. То есть, вот так вот, либо я вас очень прошу, да, кому вы меня можете порекомендовать, чтобы я подобрала. Да, провела такой же мастер-класс, рассказала, да, старайтесь новые, новые, новые нарабатывать клиенты. Вот, и последние мои вот слайды, это слайда. Ухоженность женщины всегда добивается того, чего не может добиться женщина в халате. Да, согласны? И две фразы. Женщина, которая не пользуется косметикой, слишком высокого о себе мнения. Возраст для женщины не самое главное. Можно быть восхитительной в 20 лет, очаровательной в 40 и оставаться неотразимой до конца своих дней. Коко Шанель. И сейчас я вам в заключении передаю слово Разниковой Елены. Леночка, ты тут? Скажи, ты готова выступать? Лена? Лена, ты тут? Напиши. Потому что мы хотели... Да, все, передаю слово моему партнеру, который делает потрясающе. Если вы знаете, то есть, если я не продавец, я вам могу все рассказать, показать, накрасить, а потом сказать, ребята, вот давай я тебя подпишу, и ты будешь все пользоваться сама. Я ни в коем случае, вот не могу я продавать, да? То Елена, наоборот, она делает просто офигенные продажи. 500-700 баллов каждый каталог делает, делает на протяжении многого времени. И она вам сейчас расскажет. Ну все, всех целую. Пока-пока. Добрый вечер, меня зовут Розенкова Елена. Еще раз хочу рассказать про себя. Я родилась, я живу в городе Омске, образование у меня высшее, работала товароведом розничной торговли. То есть я связана с торговлей, я очень люблю продажи. Замужем, двое детей, дочь 17 лет и сыну 5 лет. Продукция Replay знакома с 2000 года. Работала в магазине продавцом, к нам приходил мужчина лет 45. Предлагал тушь 5 в 1 и крем, молоко и мед. Я уже была в Replay зарегистрирована, приходила на дисконс, на личное потребление. Показывала продукцию, каталоги показывала с друзьями, делилась впечатлениями. Были продажи. Ну, пошла в декрет со вторым ребенком. Как-то не задумывалась я о бизнесе. Пошла в декрет со вторым ребенком. Появилось время посидеть в компьютере. Через интернет, через одноклассники случайно нашла группу. Дисконс Reflame, тогда, по-моему, называлась, команда Ирины Басюк. Стало интересно. Вышла на сайт Ирины. Изучала, долго думала. И вот решилась в феврале 2015 года присоединилась снова к компанию Reflame. А теперь осознанно настроен на строй и визор. Мои любимые продукты изначально крем, молоко и мед. Это тушь 5 в 1, туалетные воды, лисия, эльви, эква, гели для душа, шампуни, краска для волос. Я стопроцентный потребитель продукции компании, я и мои близкие. А сегодня я хочу рассказать, как я лично делаю 250-650 баллов в каталог. Сколько у меня клиентов? Это для меня вопрос, потому что у меня в каждый каталог клиенты прибавляются. Сочетать их сложно. Мои клиенты в первую очередь это мои родные, близкие, мои друзья. Также я стала осваивать холодный рынок. В первый раз, конечно, было страшно. Хотя я работала в торговле. Вроде то же самое. Да нет, покупатели приходили к нам. А здесь надо было идти к клиенту. Улыбка. Добрый день. Я принесла вам каталог Reflame. Вот такой вы видели? Главное выглядеть на все сто. Макияж. Прическа. Улыбка. Люди часто спрашивают, чем я пользуюсь. Какая на мне тушь, какая пудра, помада. Конечно же, Reflame отвечаю я. Каталог – это наш магазин. Наша визитка. Сколько каталогов раздам, столько магазинов не будут работать в течение суток. Оформляю каталог просто, прикалываю визитку со следующим текстом. Закажите продукцию из этого каталога на сумму 500 рублей и получите подарок. Подарком может быть кусочек муа. Ну, к примеру, вот таким образом. Вот такая вот у меня резиночка на которой я показываю. Примерно показываю. Моя задача – как можно больше показать каталогов, рассказать о продукции, поделиться своими впечатлениями. Также я спрашиваю о впечатлениях о продукции у моих клиентов. Потом расскажу другим людям, если сама не пользовалась этим продуктом. Каталог оставляю настолько, насколько надо клиенту. Захожу, спрашиваю, что-то заинтересовало, обязательно показываю новинки. Выберите, мой совет, выберите себе несколько продуктов любимых, которые действительно вам нравятся. Например, тушь или помаду. Расскажите о своих впечатлениях о продукте. Стараюсь с собой носить пробники. Туалетные воды, пробники помад. Сначала я боялась продавать помады. Люди спрашивали, что делать. Надо угодить клиенту. Стала закупать помады с пробниками. Вкладываю в маленький пакетик. Вот такие пакетики закупила. Здесь у меня помада и пробник сразу, чтобы не рыться, не искать. Для удобства. Туши очень легко продавать. Должно быть несколько видов. Спрашиваю сама глаза. Выбрала себе тушь. Открытый библиот. Мне очень она понравилась. Ходила и в жару, и в дождь не осыпается, не текет. Совершенно прекрасно. С утра до вечера. Накрасила глаза. Взяла с собой эту тушь. Обязательно открываю. Показываю. Рассказываю. Реснички прокрашиваются замечательно. Прямо вот так. Показываю глаза. Открываю широко. Делюсь своими впечатлениями. Люди у меня уже по второму, по третьему кругу заказывают эту тушь. Главное рассказать. Вот действительно супер. Тушь, супер продукт. Люди верят, потому что сама рада, что у нас продукт замечательный. Также выхожу на прогулку. Прогулку я называю. К примеру, еду к ЖД вокзалу и возвращаюсь в обратную сторону Дальнеградского моста. Кто знает, город он, тот понимает. Хожу пешком. И в виду своего рода. Беру с собой сумочку с пробниками. Вот такую. Сумочки у меня не только пробники, но и помады, и туши. Несколько видов. И прохожу по магазинам, по разнообразным торговым комплексам. Захожу. Девчата, сейчас я вам покажу, расскажу. Накрашу. Арифлейн пришел к вам. Ну, некоторым не надо. Главное, чтобы в коллективе попался один человек. Который все знают и которому интересен Арифлейн. Все. Весь коллектив будет при помадах, при тушах. Очень удобно носить с тобой. Слушай, помаду. Ни одна девушка не обходится без этого. Дальше я все лето выходила в промостойки на улицу. Вечером в час пик, с 5 до 7 часов. Вечером раздавала каталоги. Не жалела каталоги. Знакомилась с людьми, брала телефоны, общалась, показывала продукцию. Были заказы, регистрации. На промостойке всегда была продукция. Многим надо прямо сейчас. Завтра им уже не надо. Им надо сегодня и сейчас. Это не знаю, почему так. Но хочется всем потрогать, посмотреть, понюхать. Всегда у меня в наличии туши. Несколько видов помады. Крем, молоко и мед. Обязательно. Это даже никаких разговоров не должно быть. День для душа. Мыло. На мыло я сделала акцию. Три штуки по 100 рублей. Уходит в лед. Я не знаю, сколько я. Что продала? Мне кажется, весь город посадила на это мыло. Смотрите, какая реклама. Сейчас будут люди мыться. И неважно, какая цена. Подорожало оно было 35, сейчас 45. Главное, все чистенькие. И появилось, конечно же, у меня много клиентов. Использую в своей работе также ретро-каталог. Прикалываю свою визитку. Визитку я прикалываю такую вот. Обменяю листовку на дискомптную карту. Если даже человека заинтересует, продукт из этого каталога. Также вот эта листовочка на себя обратит внимание. Сразу спрашивают, как можно оформить дискомпт. То есть убиваю сразу два зайца. Одним махом. Также у меня есть и коллективные клиенты. Я так их называю. Например, детская больница. Также я нашла одну замечательную женщину. Она любит очень Алифлей. И она приглашает к себе в кабинет врачей, медсестер. И у меня, я ей, конечно-то, я тебе дарю подарочки. Вот начался сезон, я ей подарила крем для лица. Она очень довольная. Но она потом еще мне его заказывать будет. А я взяла по программе лояльности его. То есть он мне бесплатно. А нам потом еще будут заказывать. Вот и так вот мы с ней работаем на протяжении полугода. Знакомилась, естественно, через ребенка. Она приходила ко мне домой, делала ребенку массаж. Так мы с ней подружились. Так дружим. Также у меня мама работает на скорой помощи. Инженером по технике безопасности. Пожалуйста, два-три каталога. Туши, помады. Девушки также все красятся, все моются. Коллективные заявки. Очень выгодно. Ну, приходится, конечно, закупать продукцию. А продукцию по выгодным ценам. К примеру, молоко и мед идет в этом каталоге. 180 рублей. Шикарная цена. Акция. Естественно, я закуплю в прок. Потому что это крем и молоко и мед у меня уходят на ура. Все знают про этот крем. Или, к примеру, клиентка пользуется туалетной водой. Берет своему сыну. А она заканчивает каждые 2-3 месяца эта водичка. У меня эта вода должна быть в наличии. И не одна по выгодным ценам для моей клиентки. Иногда бывает так, что человеку надо какой-то продукт. Но со скидкой. Я, естественно, отдаю свои 50% скидки. Или помню и заказываю, когда будет скидка. Обязательно созваниваю, спрашиваю, устраиваю такая цена. Веду записи. Обязательно. Если человек делает мне заказ, становится постоянным моим клиентом. Мы начинаем дружить. Я хочу вам пожелать побольше таких друзей. У меня все. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok